МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это один из самых молодых государственных праздников в стране. Ну а сегодня мы расскажем о событиях четверга. Коротко о главном. Представители городской власти встретились с гражданами и ответили на наиболее актуальные вопросы. В областной думе прошло заседание, на котором приняли решение о назначении выборов депутатов в региональный парламент. Теперь обо всем более подробно. 13 сентября в нашем регионе состоятся выборы депутатов Рязанской областной думы 6-го созыва в связи с истечением срока полномочий действующего созыва. Решение об этом было принято на заседании Рязоблдумы 11 июня. Напомним, что постановление планируется опубликовать 16 числа этого месяца. И на следующий день стартует выборная кампания. На единый день голосования, который в этом году выполнен, 13 сентября, назначены выборы депутатов Рязанской областной думы 6-го созыва. Решение принято на заседании Рязоблдумы 11 июня. Напомним, что постановление планируется опубликовать 16 июня. И на следующий день стартует выборная кампания. Вопрос на заседании озвучил председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и связи с общественными объединениями Михаил Кривцов. Полномочия депутатов Рязанской областной думы 5-го созыва истекают. В связи с этим, согласно федерального закона, объявлен день голосования по выборам депутатов областной думы 6-го созыва 13 сентября. Михаил Кривцов уточнил, что решение принимается в установленные в федеральном законодательском сроке. Не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Депутат пожелал всем коллегам, которые изъявят желание участвовать в выборах, честной предвыборной кампании. В комитете я желаю всем будущим кандидатам в депутаты хорошей предвыборной работы, хорошего настроения, честных выборов. Получение первого в своей жизни паспорта гражданина Российской Федерации моменты несомненно волнительный. И хотя в 14 лет вряд ли кто-то отнесется к такому событию с должной ответственностью, это действительно так. В преддверии дня России отличники рязанских школ в торжественной обстановке получили свои первые удостоверения личности. Я лично горжусь, что я гражданин Российской Федерации. Я горжусь, что я вырос в Советском Союзе, воспитался в Советском Союзе. И то, что я есть, и то, что получилось с меня, это все было оттуда, с Советского Союза. Но и сегодняшняя Россия, и великая Россия, я не менее горжусь. Потому что Россия сейчас выходит на самые передовые позиции в мире. И вы видите, что некоторым нашим друзьям на Западе не нравится то, что Россия становится сильнее. Что бы я хотел вам сказать, ребятам? Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы оставались всегда свободными. Чтобы вы могли отстаивать свое мнение. В преддверии дня России представители администрации города Рязани встретились с жителями поселков Качево и Мордасово. И обсудили с ними наиболее важные вопросы, касающиеся улучшения качества жизни граждан. На встречу подняли такие темы, как состояние дорог в поселках и планы по их ремонту, медицинское обслуживание жителей, качество водопроводной воды и напряжение в электрических сетях, а также необходимость оборудования стационарных объектов торговли. Подробнее в сюжете Олеси Харлиной. Местные жители, специалисты профильных подразделений администрации города Рязани и представители других органов власти вопросами не щадили. Обсудили все от наличия в каретах скорой помощи необходимых медикаментов до качества дорог. Куда же без них? Присутствующий на встрече депутат Рязанской областной думы Андрей Глазунов заверил, каждая проблема дойдет до главы города и будет взята на карандаш. Я думаю, что руководству вы доложите, во-первых, что за дорога здесь все-таки. Да, конечно. Потому что, когда в предыдущий раз мы проезжали здесь, ямочный ремонт начали делать, а потом деньги закончились, вот у нас между поселком Качево и поселком Мордасово. И там просто защебенили, которая щебенка сейчас вся вылетела, а те заплатки уже тоже развалились. Ды то мы, жители, делаем. Кажется, местные жители, пользуясь случаем, решили сразу расставить все точки на ды. Почему, например, сосед платит за свой участок меньше? В кадастровом учете земельных участков и начислении налоговых платежей не каждый специалист разберется, что взять со стариков. Специально обученные люди приезжают, составляют отчет, осматривают территорию, могут без выезда на место. И пишут, что, допустим, эта земля должна стоить здесь вот столько, за квадратный метр. И поэтому, получается, если вы попадаете над границей между кварталами, как все время, кстати, кино было, он, помните, определялся, то ли он во Франции родился, то ли он в Италии. И вот он, в зависимости от марочного вина, там, какого года выпуска, то туда, то сюда попадал. Вот так и здесь. У тебя сосед может попасть в один кадастрый квартал и в другой. У него удельный показатель, условно, 300 рублей за квадратный метр. У тебя будет 450. Пока взрослые знакомились со своими участковыми и получали индивидуальные консультации, малыши развелись на новенькой детской площадке. Участники конкурсов даже получили сладкие призы. Следующий наш шаг – это футбольное поле. Снова возродим. Оно раньше здесь было, поэтому надо поставить ворота. Этим вопросом мы уже тоже занимаемся. Поставим двое ворот для того, чтобы ребята в летний период бегали здесь, играли в футбол. А чтобы, так сказать, закрепить взаимопонимание между народом и представителями власти, в конце встречи состоялся концерт с участием песенного ансамбля «Раздолье» и юной жительницы поселка Мордасова Ульяна Витренко. К другим новостям. 10 июня в выставочном зале Дворца Олега Рязанского Кремля открылась выставка под названием «Тайны ворских берегов». Вожжи и ее окрестности известны по всей стране. Именно там в конце 14 века состоялась знаменитая битва, ставшая предвестницей Куликовской. Сейчас на берегу реки проходят раскопки. До сих пор археологи обнаруживают в тех местах осколки истории. Подробнее об экспозиции в сюжете Марин Комиссаровой. Бассейн реки Вожжи, протекающий через территорию Рыбновского района, один из самых богатых на исторические находки районов Рязанской области. В ходе археологических исследований, особенно начиная с конца 90-х годов 20 века и по наши дни, отсюда были получены богатые материалы. До настоящего времени эти уникальные находки почти не выставлялись на обозрение публики. Выставка действительно первая, хотя мы часть вещей показывали ежегодно на военно-историческом фестивале, который проходит в августе месяце на территории села Глебо-Градище, где ежегодно проходит военно-исторический фестиваль, посвященный победе русского оружия над татарами в 1378 году. Но это небольшие результаты, которые в основном показывали только те находки, которые были найдены за тот или иной период. Здесь же объединены все наиболее интересные были яркие находки и вещи, которые представляют самые интересные памятники, можно сказать, с территорией среднего течения Вожи. Многочисленные находки остатков ископаемых животных, мамонтов, шерстистых носорогов, позволяют предположить, что заселение этой территории началось с эпохи Верхнего Палеолита. То есть, вполне возможно, уже 40 тысяч лет назад здесь жили первые люди. Освоение бассейна Вожи активизировалось в эпоху бронзы и раннего железного века. А в 8-10 веках на этих землях поселились первые славяне. В тот же период появляются многочисленные поселения и основывается город Глебов. Нужно сказать, что эта территория действительно очень богата не только на находки, но и на сами памятники археологии. В настоящее время здесь известно 35 объектов археологического наследия всех эпох, начиная от конца 3-го, начала 2-го тысячелетия вплоть до 17-го века. Вожская земля скрывает еще много тайн, которые археологам только предстоит раскрыть. Уникальная выставка «Тайны Вожских берегов» будет работать в течение месяца во дворце Олега. Это все новости на сегодня. Далее смотрите программу подробностей. Гостем нашей студии на этот раз стал начальник штаба управления МВД России по Рязанской области Игорь Борисович Власов. Речь пойдет о предоставлении госуслуг органами внутренних дел. Ну а мы к вам скоро вернемся и увидимся на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова